Здравствуйте, товарищи слушатели, товарищи марксисты! Сегодня мы с вами продолжим изучение работы Владимира Ильича Ленина «Детская болезнь невизны в коммунизме». Но прежде чем приступить к занятию, я хотел вам напомнить, что сегодня, в общем-то, замечательная дата. Сегодня исполнилось 153 года со дня провозглашения Парижской коммуны. Вы помните, да, это случилось 18 марта 1871 года. Была провозглашена первая в мире диктатура пролетариата. И которая, конечно, просуществовала очень недолго, всего 72 дня. Но это был первый опыт установления, как бы, перехода к обществу бесклассовому. Хотя, конечно, через диктатуру пролетариата. Но, надо сказать, что продержалась диктатура Парижская недолго. Но, тем не менее, это был, как бы, толчок к развитию рабочего движения. И через 46 лет, вы знаете, что в октябре 1917 года еще была установлена диктатура пролетариата, теперь уже в России. Она просуществовала несколько дольше. Если брать дату, когда руководство страной было передано президенту Горбачеву, это в конце 1989 года, то получилось так, что диктатура пролетариата просуществовала 72 года. Вот видите, как складываются интересные цифры. 72 дня первая и вторая 72 года. Ну и перейдем теперь к занятию. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию главу 8 этой работы детской болезни везли в коммунизме, который Владимир Ильич назвал так. Никаких компромиссов и поставил восклицательный знак. То есть, он поставил в этой главе, видимо, задачу разъяснить, как относиться к компромиссам должны коммунисты. И по этому поводу говорит, коммунисты являются коммунистами потому, что они через все промежуточные станции и компромиссы, созданные не ими, а ходом исторического развития, ясно видят и постоянно преследуют конечную цель уничтожения классов и создание такого общественного строя, при котором не будет более места частной собственности на землю и на все средства производства. Вот так, в связи с компромиссами, оценивает коммуниста Владимир Ильич Ленин. Далее он говорит, революционерам, очень молодым и неопытным, а равным мелкобуржуазным революционерам, даже очень почтенного возраста и очень опытным, кажется чрезвычайно опасным, непонятным, неправильным разрешать компромиссы. То есть, не все одинаково относятся к компромиссам, особенно, как он говорит, революционная молодежь. Каждый пролетарий, говорит Ленин, переживал стачку, переживал компромиссы с ненавистными угнетателями-эксплуататорами, когда рабочим приходилось браться за работу, либо ничего не достигнув, либо соглашаясь на частичное удовлетворение их требований. Каждый пролетарий, благодаря той обстановке массовой борьбы и резкого обострения классовых противоположностей, в которой он живет, наблюдает разницу между компромиссом, вынужденным объективными условиями, такими как у стачников беднокасса нет поддержки со стороны, они изголодались и измучились до невозможности. То есть компромиссом, нисколько не уменьшающим революционной преданности и готовности к дальнейшей борьбе рабочих, заключавших такой компромисс. И с другой стороны, компромиссом предателей, которые сваливают на объективные причины свое шкурничество, то есть три грехеры, тоже заключают компромисс. И свою трусость, свое желание подслуживаться капиталистам, свою податливость запугиванием, иногда уговором, иногда подачком, иногда лезьте со стороны капиталистов. Вот так оценивает Владимир Ильич, какие компромиссы возникали и могут возникнуть в результате протестных действий пролетариата. Разумеется, говорит далее он, в политике, где дело идет о крайне сложных национальных и интернациональных взаимоотношениях между классами и партиями, очень много случаев будет гораздо более трудных, чем вопрос о законном компромиссе при стачке или о предательском компромиссе Штрихбрехера, изменников вождя и тому подобное. Сочинить такой рецепт или такое общее правило, никаких компромиссов, которое бы годилось на все случаи, есть нелепость. Надо иметь собственную голову на плечах, чтобы в каждом отдельном случае уметь разобраться. В том-то и состоит, между прочим, значение партийной организации и партийных вождей, заслуживающих этого звания. Чтобы длительной, упорной, разнообразной, всесторонней работой всех мыслящих представителей данного класса выработать необходимое знание, необходимый опыт, необходимое, кроме знания и опыта, политическое чутье для быстрого и правильного решения сложных политических вопросов. То есть, если пролетариат и его вожди, говорит Владимир Владимирович, научатся решать сложные политические вопросы, то, конечно же, и естественно, у них будет выработано правильное отношение и к компромиссам. Далее. 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 остается слабее, чем буржуазия, поэтому уже в силу ее громадных интернациональных связей, а затем в силу стихийного и постоянного восстановления, возрождения капитализма и буржуазии мелкими товаропроизводителями, свергнувшей буржуазию страны, победить более могущественного противника можно только при величайшем напряжении сил и при обязательном, самым тщательным, заботливым, осторожным, умелым использованием, как всякой хотя бы малейшей трещины между врагами, всякой противоположности интересов между буржуазией разных стран, между разными группами или видами буржуазии внутри отдельных стран, так и всякой хотя бы малейшей возможности получить себе массового союзника, пусть даже временного, шаткого, непрочного, ненадежного, условного. Кто этого не понял, тот не понял ни грана в марксизме и в научном, современном социализме вообще. И сказанное, говорит Владимир Ильич, относится одинаково к периоду до и после завоевания политической власти пролетариата. Далее он тут приводит ряд примеров из истории развития рабочего движения и говорит, продолжает говорить, развивать свою мысль, что капитализм не был бы капитализмом, если бы чистый пролетариат, чистый он берет слово в кавычки, чистый пролетариат не был окружен массой чрезвычайно пестрых переходных типов от пролетария к полупролетарию, тому, кто наполовину снизкивает себе средства к жизни, продаже рабочей силы, от полупролетария к мелкому крестьянину и мелкому ремесленнику, к устарью, хозяйчику вообще, от мелкого крестьяна к среднему и так далее. И если бы внутри самого пролетариата не было делений на более и менее развитые слои, делений земляческих, профессиональных, иногда религиозных, а из этого всего необходимость и безусловная необходимость для авангарда пролетариата, для его сознательной части, для коммунистической партии, прибегать к лавированию, соглашательству, компромиссам с разными группами пролетариев, с разными партиями рабочих и мелких хозяйчиков, вытекает с абсолютной необходимостью. Все дело в том, чтобы уметь применять эту тактику в целях повышения, а не понижения общего уровня пролетарской сознательности, революционности, способности к борьбе и к победе. То есть компромиссы необходимы, потому что разные слои с разными интересами, но обязательно, что компромиссы должны не понижать уровень сознательности пролетариата, а повышать. Вот эту мысль, на этой мысли настаивает Владимир Ильич Ленин. Далее он говорит, мелкобуржуазные демократы, в том числе и меньшевики, неизбежно колеблются между буржуазией и пролетариатом, между буржуазной демократией и советским строем, между реформизмом и революционностью, между рабочей любвием и боязнью пролетарской диктатуры. Правильная тактика коммунистов должна состоять в использовании этих колебаний, а отнюдь не в игнорировании их. Использование требует уступок тем элементам, тогда и поскольку, когда и поскольку, поворачивают к пролетариату, наряду с борьбой против тех, кое поворачивают к буржуазии. В результате применения правильной тактики, меньшевизм все более распадался и распадается, изолируя упорно оппортунистических вождей и переводя в наш лагерь лучших рабочих, лучшие элементы от мелкобуржуазной демократии. Это длительный процесс, и скоропалительным решением, никаких компромиссов, никакого лавирования, можно только повредить делу усиления влияния революционного пролетариата и увеличения его сил. То есть пролетариат должен лидировать в этой борьбе и использовать все колебания мелкобуржуазных сил. Об этом говорит Владимир Ильич Ленин. И далее он обращается здесь к вопросу отношения к Версальскому миру, потому что Версальский мир был недавно заключен по сравнению с тем временем, когда проходил второй конгресс. И говорит, как бы в заключении этой главы, он говорит, связывать себе наперед руки, говорить открыто врагу, который сейчас вооружен лучше нас, будем ли мы воевать с ним и когда, есть глупость, а не революционность. Принимать бой, когда это заведомо выгодно неприятелю, а не нам, есть преступление. И никуда не годны такие политики революционного класса, которые не сумеют проделать лавирование, соглашательство, компромиссы, чтобы уклониться от заведомо невыгодного сражения. То есть для того, чтобы выиграть время, выбрать время для наступления на буржуазии, нужно соответственно учитывать положение рабочего класса в той ситуации, которая складывается всегда в отношениях между классами. Вот это что касается восьмой главы. И сегодня еще несколько мыслей хочу вам доложить из девятой главы, которую Владимир Ильич назвал «Левый коммунизм в Англии». Ну, что представляет собой левый коммунизм, мы с вами сейчас рассматривать не будем. Это вы сами прочитаете, это больше историческая вещь, потому что левый коммунизм на 20-й год было одно, а сейчас совсем другое. Но то, что полезны мысли из этой главы для нас сегодня, я хочу до вас довести. И что говорит здесь Владимир Ильич? Он говорит, что политика есть наука и искусство, которое с неба не сваливается, даром не дается. И что пролетариат, если он хочет победить буржуазию, должен выработать себе своих пролетарских, классовых политиков, и таких, чтобы они были не хуже политиков буржуазных. Не парламент, говорит Ленин, а только рабочие советы могут быть орудием достижения целей пролетариата. И, конечно, те, кто не понял этого до сих пор, суть злейшие элекционеры. Будь то самый ученый человек, самый опытный политик, самый искренний социалист, самый начитанный марксист, самый честный гражданин и семьянин. Но если не ставит даже вопроса, не помышляет о необходимости поставить вопрос, о том, можно ли привести советы к победе над парламентом, не вводя советских политиков внутрь парламента, не разлагая парламентаризма изнутри, не подготовляя изнутри парламента успеха советов, предстоящей им задачи, разогнать парламент. Вот так относится к этому участию в парламентской борьбе. И Владимир Ильич еще раз к этой мысли возвращается. Далее он говорит, Коммунистическая партия должна действовать на научных основаниях. Наука требует, во-первых, учета опыта других стран, особенно, если другие, тоже капиталистические страны, переживают или недавно переживали весьма сходный опыт. Во-вторых, учета всех сил групп, партий, классов, масс, действующих внутри данной страны, отнюдь неопределение политики на основании только желаний и взглядов, степени сознательности и готовности к борьбе одной только группы или партии. То есть, учитывать все группы и силы, которые участвуют в политике. К этому призывает Владимир Ильич. И еще, из этой же главы такую мысль проводит Владимир Ильич. Коммунисты должны участвовать в парламентаризме, должны изнутри парламента помочь рабочей массе увидеть на деле результаты гендерсоновского и сноуденовского правительства, чтобы добиться того, чтобы раскрыть глаза рабочему классу, что правительство эти, как он назвал, говорит, гендерсоновские, сноуденовские, анализируя английских левых, что они действуют против интересов рабочего класса. И такую мысль здесь проводит еще Владимир Ильич. Основной закон революции, подтвержденный всеми революциями и в частности всеми тремя русскими революциями в 20 веке состоит вот в чем. Для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения. Для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда низы не хотят старого и когда верхи не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами «Революция невозможна без общенационального и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего кризиса». Значит, для революции надо, во-первых, добиться, чтобы большинство рабочих или, во всяком случае, большинство сознательных, мыслящих, политически активных рабочих вполне поняло необходимость переворота и было готово идти на смерть ради него. И, во-вторых, чтобы правящие классы переживали правительственный кризис, который втягивает в политику даже самые отсталые массы, признак всякой настоящей революции, быстрое будет стерение или даже увеличение во сто раз количества способных на политическую борьбу представителей трудящейся и угнетенной массы. И обессиливает правительство и делает возможным для революционеров быстрое свержение его. Ну и в заключение этой главы проводит Владимир Ильич такую мысль. Неизбежно впадает в ошибку тот, кто вздумает выводить тактику революционного пролетариата из принципов вроде коммунистическая партия должна сохранять свою доктрину в чистоте и свою независимость от реформизма незапятнанной. Ее признание идти впереди не останавливаясь и не сворачиваясь с дороги идти прямым путем коммунистической революции. Несомненно, что задача состоит в том, чтобы уметь приложить общие и основные принципы коммунизма к тому своеобразию отношений между классами и партиями к тому своеобразию в объективном развитии коммунизма, которое свойственно каждой отдельной стране и которое надо уметь изучить, найти, угадать. То есть надо учитывать все особенности развития стран, развития классовых сил, классовых противоречий и, конечно же, учитывать необходимость компромиссов. Вот, что я хотел до вас довести на сей раз. И, собственно, мы уже подходим к концу изучения этой работы. И на следующем занятии мы рассмотрим заключительную главу, которую Владимир Владимирович назвал «Некоторые выводы». То есть, рассмотрев некоторые вот такие вопросы, как участвовать в профсоюзах, участвовать в парламентах, надо ли применять компромиссы. Все это Владимир Владимирович подытоживает в заключительной главе, который назвал «Некоторые выводы», которые будем предлагать вашему вниманию на следующем занятии. Вот у меня все, пожалуйста, какие возникли вопросы, что нужно уточнить. Ну, там из чата передают привет из Ленинграда. Так, очень приятно слышать. Пока там вопросы людей и товарищи из Ренинграда, я, наверное, хочу поставить небольшой акцент. На прошлом занятии мы говорили о депутатах, а на этом занятии было о том, что у партии должны быть свои профессиональные депутаты. То есть люди, которые могут идти в политику, ну, политики профессиональные. не депутаты, а именно политики не обязательно должны быть депутатами. Тут просто ключевое, чтобы стать политиком, надо все-таки ходить куда-нибудь и политикой заниматься. да, да, да. Вот, в этом плане как раз можно ходить в какие-нибудь там местные думы и учиться политике. там. А во-вторых, самое главное ключевое, на мой взгляд, в том, что должны быть советы, которые должны выдвигать этих политиков в виде депутатов. А чем более советы отличаются от всяких буржуазных выборов, тем, что у них есть право отозвать депутаты. Причем достаточно просто, если мы говорим о советах, которые промышленные и фабличные. Когда на фабрике или заводе выгодныши своего депутата, дилегата, они точно так же собрались или на субботник, или во время обеденного перерыва, или на... После работы собрались, дружно проголосовали, сказали, что депутат оторвался от народа и, в общем, не предоставляет интересы завода и рабочего класса и его могли отозвать. Да. Вот это, по-моему, ключевое... И не только это. Это правильно... Это ключевой вопрос отозвать. Но вопрос еще состоит в другом том, в общем, что выдвижение делегатов происходило коллективом, где все люди знали друг друга и, как правило, в совет выдвигался наиболее авторитетный, наиболее, ну, как бы, заслуживший это звание, который мог отстаивать интересы коллектива. Вот именно эту особенность нужно обязательно учитывать, что наиболее авторитетные, наиболее заслуженные товарищи, которые участвовали вот в защите интересов коллектива. В этом особенность была всегда в советах. Тут, наверное, стоит уточнить, потому что я сталкивался с таким мнением, что, типа, это плохо, советы и выдвижение делегатов от фабрик и заводов, по той простой причине, что такие люди, как Сталин, Ленин, не могли бы выдвинуться от завода. Почему? Вот. Ну, потому что не все, к сожалению, знают хорошую историю. И тут, наверное, надо уточнить, что тот же товарищ Сталин обязательно от трудовых коллективов выдвигался. Да, 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 да. Обязательно от трудовых коллективов выдвигались. Они были депутатами в Советы, Верховные Советы. Обязательно от какого-то трудового коллектива об этом объявлял, что вот именно такой трудовой коллектив, там такой-то завод или там фабрика выдвигает, особенно это было в период уже 30-х годов, что выдвигает Иосифа Савиновича Сталина своим депутатам. В этом плане мы можем увидеть много исторических фотографий, даже кое-какие видеозаписи, когда что Ленин, что Сталин стигунны на заводе выступают. Да. Собственно, это и как раз слово к тому, что их выдвигались. Да-да-да. Особенно Ленин, он часто выступал на заводах и, кстати, его и там и пытались несколько раз в него стрелять именно после выступления на заводах, на фабриках. И даже однажды был ранен в 18-м году, в сентябре, после выступления на заводе Михельсона так называемого. И, наверное, надо еще уточнить по поводу компромиссов. Все-таки главный вывод в том, что да, на компромиссы можно идти, но тогда это выгодно. Да, когда это выгодно пролетариату, и прежде, вот Ленин особенно остановился на мысли, что вот эти компромиссы, ну, во-первых, вынуждены, потому что как забастовка, допустим, вот что было характерно для Ивана Вознесенских, они почти полгода бастовали, они уже дошли до того, что до нищеты, вот, и поэтому вынуждены были пойти на компромисс. Но особенность состоит в том, что все эти компромиссы, они должны способствовать повышению сознательности трудовых коллективов. Вот в чем обязательно, что нужно было учитывать. Разложение противника. Ну, естественно, да. Повышение сознательности, на этой мысли останавливался Владимир Ильич в этой работе. То есть, опять же, всем, так сказать, своим избирателям, своим представителям, своим сторонникам надо объяснять, почему мы идем на этот компромисс, и что это только временная мера, обстоятельства вынуждают, и что есть возможность привлечь каких-то, пусть временных, говорит Владимир Ильич, но союзников, которые способствовали бы достижению целей выполнения условий, которые выдвигает пролетариат по отношению к своим эксплуататорам. Вот об этом речь ведет Владимир Ильич. Так, ну у меня вопросы закончились, в чате пока тоже вопросов нету. Ну давай заканчивать будем. Заканчиваем, да? Если нет вопросов, все, заканчиваем.